Доброе утро, дорогие друзья! Это программа «Жить здорово». Коронавирус! Какие последние новости? И как нам живется с этой инфекцией? Первая перемена на лицо. Наша студия пустая, зрителей нет. А у нас сегодня еще гости. Ирина Шихон со своим режиссером-оператором. Ой, ну тут много. Дрожков, молодец. Тыльной поверхности. Гений, что еще сказать. Вход сюда только с врачебными дипломами. Не без шуток. Вот, все тут врачи. Расскажите мне, доктора, что нам делать сейчас? Сидеть дома или не сидеть? О, давайте. Андрей Петрович? Нет, ну в принципе, самое главное, не обязательно сидеть дома. Главное не ходить в людные места. Там, где есть скопление народа. Но вот эта паника, что в мире сегодня происходит, истерия или все действительно так ужасно? Нет, подождите. У нас в Китайского нет коронавируса. У нас же нет вспышек там. У нас весь коронавирус. Это удивительно. И на самом деле весь интернет сейчас спорит о том, что, да, они туда-сюда границу пересекали, там точно есть, и нам умалчивают. Нет, смотрите, что можно сказать точно? Чего не скрыть? Да. И чего не смог скрыть в Китае? В Китае не смогли скрыть. И в Италии. Когда больницы завалены пациентами, ты этого не скроешь. Если больницы завалены, ты можешь что угодно рассказывать. Можешь говорить, нет, смертность есть, но это снимут пациенты. Сегодня не та ситуация. Суть в том, что если в один пик вместо десяти пациентов их станет сто, вот в этом будет проблема. Просто даже сто. Даже сто. Это будет проблема. Это будет проблема. А если их станет тысяча, это будет проблема увеличенная на не то, что в десять раз, а в сто раз именно коллапс. Просто потому, что не хватит блоков интенсивной терапии. Если бы это было, вот предположим, все врут, везде врут, а на самом деле все заболели. Это бы было физически видно. Так может, я переносчик, а никто об этом не знает. Подождите. Пожалуйста. Если болезнь так проникает, что вы вот так ходите и переносите, так и переносите себе. Была бы болезнь, она бы была видна. Именно с точки зрения болезни и количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Просто невозможно. Об этом бы писали родные, подпольные фотографии из реанимации. Это все бы было. Поэтому я допускаю, вот эта женщина, которая умерла, она была с коронавирусом, умерла от тромбомболии. Может, у нас у всех уже есть коронавирус. Мало ли кого мы и видели, где мы были, куда мы летали, мы с пациентами общаемся. Но мы здоровы. Я болела там какой-то респиратурной инфекцией. Кашла. Помните, вам говорила, буду исключать коклюш, потому что уже не знаю что. Поэтому это все видно. Вот эти все сплетни. А на самом деле это все индуцированные психозы. У меня недавно молодая подруга говорит, температура 37, и все, ничего, никаких ОРВИ нет. Сижу дома. 37, во-первых, это нормальная температура. Она решила узнать, куда ей пойти обследоваться. Ну, потому что люди волнуются. Она звонит, горячая линия коронавируса, целый сайт. Ей говорят, это не к нам, это в Роспотребнадзор. Она пытается дозвониться в Роспотребнадзор, и ей отвечают, что, ой, вы знаете, идите просто к терапевту, мы ничего... Я вам рада... Нет, секундочку. Тесты сегодня делают, первое, всем людям с пневмонией, вне больничной и внутри больничной, потому что пневмония главное осложнение коронавируса и самое опасное для жизни. Второе, тесты делают всем, кто был в контакте с больным коронавирусом. Третье, тесты делают всем, кто вернулся из эпидочега. Например, из Италии страны определены. Рекомендация для тех, кто заболел, оставаться дома и вызвать врача. Все. А если у вас 37, и подруги, пусть успокоится и сидит дома. Коронавирус будет сезонной инфекцией. Все. Елена Васильевна, насколько у нас образованное население в плане медицины? Почему вы считаете, что им нужно рассказывать, как какать, и почему влагалище пук? Дело в том, что, наверное, у вас сложилось впечатление, что я ежедневно рассказываю, как какать. Нет. Это заблуждение. Было время, когда я собиралась всегда под вашу программу. Я вам четко могу сказать, что я долгое время смотрела вас в эфире телевидения. Поэтому нет. Не то, что почему вы берете именно эти темы. Почему вы считаете, что народу нужно об этом рассказывать, и что он об этом не знает? Ну, я думаю, потому что люди об этом не знают. как врач, я прекрасно понимаю, что они об этом не знают. Если говорить о том, как правильно какать, народ об этом не знает в мире настолько, что Всемирная Организация Здравоохранения выпустила специальную пиктограмму с листалками, как правильно какать. Потому что это судьбоносный вопрос для огромного количества людей. И, кстати говоря, мы эту тему взяли, она у нас называлась гениально. Она первый раз называлась «Искусство какать». И это, по-моему, прекрасное название. И мы показали эти пиктограммы Всемирной Организации Здравоохранения. Поэтому так думаю не только я, так думают врачи мира во главе со Всемирной Организацией Здравоохранения. И вообще, когда мы выбираем какие-то темы, мы не можем быть популярными, если мы рассказываем о том, что все знают. Потому что, если все это знают, они просто переключатся на другой канал. Всем рассеяться на расстоянии полтора метра, кроме родителей и детей. Программа «Жить здорово» это программа была сделана с точки зрения выразительных средств как народная программа о высокой медицине. И мы разговариваем в этой программе, особенно в начале, предельно ясно, как библиотечка солдата и матроса, чтобы каждый не понял, а понял глобально. Это было достигнуто за счет гигантских макетов, конечно. Когда макет врос человека или больше человека, когда ты можешь зайти там в горло и сказать, вот миндалины, вот тут это, тут то, или там грыжа, это когда вываливается что-то и высовывается голова Германа Шайча. Это было предельно ясно. Так до нас никто не работал. Мы стали первыми на мировом телевидении. И именно это так было оценено. И именно это всегда было поводом для пародии. У нас просят органы все время в аренду, то на КВН, то на другие программы и так далее, и так далее. Это был самый большой видимый такой эффект или видимый феномен. Елена Осин, когда вы начали делать, значит, вот все эти макеты, и вдруг с экрана телевидения решились, во-первых, что это была за первая тема рассказать о физиологических особенностях человека, такая, чтобы все сказали, господи, как об этом можно говорить с экрана. Я думаю, что вся вот эта вот история какой-то интернет-известности, а она у меня огромная, лично у меня, она, конечно, пошла после темы обрезания. Вот чтобы совершенно стало ясно, что происходит, я вас, знаете, что попрошу? Взять и вот так вот поднять свитер. Вот примерно так крайняя плоть закрывает головку полового члена. А теперь смотрите, во время обрезания делается следующее, вот так вот ставится этот прибор, и вот так вот мы вам потом свитер вернем, не переживайте. Все обрезается, головка освобождается. Теперь ее легко мыть, легко за ней ухаживать. Абсолютно непонятно почему, потому что у нас был такой цикл, который назывался, я уж не помню как точно, потому что на телевидении у нас все названия короткие, но суть была в том, что нам дала медицина древних времен каких-то или древних народов, что от нее осталось в современности. И там речь шла об иудаизме, о кошерности, потому что это сплошь санитарно-гигиенические правила, но завернутые в такую религиозную упаковку. И у нас был раввин, и тема была обрезание. И это было так скучно на записи, я это просто запомнила. Это было так скучно, потому что мы про обрезание сто раз рассказывали. И я была даже шокирована тем, что в интернете это вылилось вот в такое, в такое. Вы хотите сказать, что вы до этого ни разу не сталкивались с шовинистским отношением к тому, что, грубо говоря, простите, жопа есть, а слова нет? Никогда. Не писали письма, как вы имеете право говорить о влагалище с первого канала? Никогда. Никогда. Это все-таки результат появления интернета, ютуба, и возможности у огромного количества людей обмениваться друг с другом видео, мнениями, и обсуждать это на каких-то площадках, где могут там тысячи мнений складываться в единую картину. Как телевизионный менеджер, скажите мне, это отличная реклама же, вот когда вырезают, это помимо вас... Вы знаете, дело в том, что это настолько всегда непредсказуемо, искренне вам скажу. Что станет мемом? Да. Я, например, никогда в жизни, ну и мемов-то раньше не было, поэтому это абсолютно непредсказуемо. Но я имею в виду, что сегодня вы поняли, ага, это работает, это здоровская реклама, про нас начали говорить и та аудитория, которая нас и не смотрит. Есть ли у вас сегодня такое, что вы такие темы специально придумываете, чтобы это потом обсуждалось в интернете? У нас такого нет. Вы знаете, технология работы программы «Жить здорово» это такая полувоенная технология. Мы за три дня снимаем 15 программ. Это примерно 500 страниц текста, написанных сценариев. Поэтому сказать, что мы сидим и думаем, произнести ли слово «влагалище» в четверг, а «половой член» в пятницу, чтобы прославиться на весь интернет, у нас этого просто быть не может. Прежде всего, потому что нас эти слова не пугают и не шокируют. Это действительно так. То есть у нас подавляющее большинство людей очень легко ругается матом, называя те части тела, которые у нас, кроме уважения, ничего не вызывают. И как бы они фигурируют как культурные люди. Но мы не можем не называть вещи своими именами, потому что это часть нашей профессии. Мы не можем говорить «нефритовый стержень». Нет, но вы же можете... Я это к тому, что нас не разбирает какая-то такая вот слюнявая радость, что мы сейчас это скажем и прославимся. Нам, грубо говоря, безразлично, о чем рассказать. Я хорошо помню, что мы очень много сделали для того, чтобы женщины знали, что самообследование молочной железы снизит их риск иметь рак груди. Чтобы это объяснять, у нас был такой макет, который... Это немецкий макет. Он абсолютно натурально выглядит. Он вот так одевается на женщину. Очень красивая женская грудь. Но с одной стороны есть опухоль в груди, есть увеличенные лимфоузелы. Это можно прощупать, а с другой нет. И мы на очень многих звезд надевали эту грудь. И мы там рассказывали, как проводить самообследование. Вначале опустив руку, потом подняв руку и так далее. А, например, серебряная калоша вручила мне за эту тему премию за массаж груди. Вот, ну, я не извращенный человек. То есть им, наверное, очень было прикольно и как-то вот так вот круто назвать это массажем груди. А я считала, что это моя безусловная врачебная миссия. Я должна это сделать. Здесь работают реквизиторы и постановщики. Кем-то чудом тут оказался Евгения Логинова, наш шеф-редактор. Вот это Саша Захарова, наш бессменный руководитель реквизиторского цеха. Женя, ну, в программе «Жить здорово» все эти люди все 10 лет. Но Женя еще работает со мной, я даже не знаю, с 905 года. А Женя с 905 года. Женя, а Елена Васильевна бывает неправа? Женя, говори, что я святая. Бывает неправа, да, но... Она умеет признавать своя... Ни один человек не может быть идеальным. То есть, да, ну... Ну, я близка, Женя. Бывает неправа, да. Но Елена Васильевна, кстати, может ей не западло, грубо говоря, признать свою ошибку. Серьезно, вы извиняетесь перед подчиненными, Елена Васильевна? Если виновата, Господи, мне делать нечего извиниться. Она святая. Так и отметьте, я святая, а я нет. Ой, вот человек с большими руками. Ой, это обезьянка. Вот у нас в мозге есть зоны, которые отвечают за разные части тела. Да. Если бы можно ту часть тела, которая отвечает, за которую отвечает зону мозга в процентах, сделать такой же большой или такой же маленький, как зона мозга, которая за нее отвечает, то руки имели бы такой размер. Губы, язык были бы вот такими. А у вас есть какой-то склад, где это все хранится? у нас огромный склад. Огромный склад. Сережа Зубалов, руководитель нашего постановочного цеха. Но он не здесь, 400 квадратов нет. Он не здесь, он рядом здесь находится. И там буквально, можно сказать, три студии таких, два этажа, там все это сложено. А вы что-то используете по два раза? Конечно. И не по два, а по 22. Много раз пока. Вот сейчас у нас, кстати, идет период обновления макетов. Мы отказываемся от старой стилистики жить здорово, такой брутальной. Что это вы называете брутальной? Ну, брутальные, огромные макеты, огромные органы. То, чем мы в историю вошли. А почему вы отказываете? Ну, потому что студия достала, другое время поменялось. Показалось нам, что требования дня другие. А есть темы, которые под запретом. Которые не вами, не вот вы рассказывали о семенном канатике, я помню, о руководстве канала. что нельзя с экрана телевизора об этом рассказывать. А вам бы хотелось как медик. видимо, в связи с тем, что я занимаюсь медициной, мне ни разу руководство канала не сказало, вот это наш стоп-лист. Все. Такого не было. Почему мы до сих пор боимся обсуждать темы секса, например? В принципе, между собой произносить это все? Мы, кстати, секс не обсуждаем. Очень жаль. Потому что мы секс обсуждаем только в рамках клинических рекомендаций. А как самостоятельную проблему мы ни разу в программе этого не обсуждали. Ну, как орган. Причина такая, с моей точки зрения, она культурологическая. Дело в том, что мы с точки зрения религии православное государство. Независимо от того, кто верит в Бога, и кто не верит в Бога, наша культура была создана в рамках православной культуры. В рамках этой культуры есть запретные органы. Именно в культуре, между прочим, в религии у людей, которые действительно верят в Бога, тело человека создано по образу и подобию Божию. Поэтому все, что есть в нас, священное и прекрасно. Но вот культурологически сложилось так, что есть не священное, есть не прекрасное, есть не такое, есть не сякое. Только поэтому сексуальное воспитание нужно в школах? Сексуальное воспитание в школах, с моей точки зрения, нужно прежде всего, потому что в России просто эпидемия заболеваний, которые передаются половым путем. К сожалению, к сожалению, это нужно обязательно, с моей точки зрения. Но, я еще раз подчеркну, это не добиться так, как говорите вы. По сути дела, все, кто в журналистике занимается такими темами, они говорят, нужно рассказывать, что это норма, а это то-то-то. А это невозможно, у нас лексики нет. Лексика – это набор слов, у нас их нету. И никто не знает, как это рассказывать. Ну, в смысле, ну, все, мы с вами произносим все программы эти слова. Что значит, нет лексики? Неужели нельзя объяснить, что вот так пользоваться презервативом? В обиходе лексики нет, с которой учитель выйдет к ученику и спокойно об этом расскажет. С моей точки зрения, этих слов, этой лексики просто нет. Ну, то есть мы в безвыходной ситуации? Мы в трудной ситуации, потому что кто-то должен предложить, как об этом рассказывать. Потому что, я хорошо помню, меня приглашали, когда мои дети росли, каждый раз, когда они были, по-моему, в девятом классе, их учительница биологии просила меня прийти и рассказать об устройстве человеческого тела. В том числе речь должна была идти о болезнях, передаваемых половым путем и так далее, и так далее. И я это рассказывала и у старшего сына, когда он был в этом возрасте, и у младшего потом. И я хорошо помню мой визит к старшему сыну, где я им все рассказала, какая физиология, тра-та-та-та-та-та-та. И что они должны понимать, что они могут заболеть. И что это очень серьезная вещь, и они должны к ней серьезно относиться. И ко мне после этого занятия подошла девочка, она сказала, ну я не поняла, мне сегодня сексом можно заниматься или нет? Я ей говорю, нет, нельзя. Она говорит, ну вы же рассказывали про физиологию. И я думаю, боже мой, я так обезоружена, я даже не знаю, что ей ответить на такой конкретный вопрос. Потому что это не просто, искренне вам говорю, это всегда у вас просто, наверное, нет личного опыта. Когда он появится, вам будет только казаться, это сейчас кажется, что просто. А когда надо будет лично сказать, это будет сложно. Я не знаю. Сложно, потому что ты чужой человек этим детям? Или что? Что сложного? Нет. Ну это и своим детям непросто рассказать. Поэтому это надо уметь. И если еще в семье ты можешь найти какие-то варианты, потому что ты знаешь своих детей, ты знаешь своего мужа и так далее, то есть семьи, где эти темы вообще не обсуждают. Поэтому здесь помощь каждому, она будет разной. Коронавирус сейчас пройдем. Александр Васильевич к нам подошел. Александр Васильевич, наш дорогой и любимый, как всегда, последние новости про коронавирус. Хорошо. Значит, испытание российской вакцины. Подождите, нет. Вчера сказали, что первый человек ушел из жизни. Первое. Ну первое, да. Отчего, что, как, чего. Коморбитная патология, но в следующий момент не объявили, что это коронавирус, тромбоэмболия легочной артерии. Но есть посмертное заключение. Да, тромбоэмболия легочной артерии, диабет, болезнь сердца и аурто-коронарная штука. Елена Васильевна, я когда готовилась, я немного запуталась. Помогите мне, как вас подписать в титрах? Вы сами журналист, врач, предприниматель, телеведущая? Я врач, профессор и доктор наук. И именно в качестве врача я и присутствую на телевидении. Я и не веду каких-то программ, где речь не идет о здоровье и болезнях. Ведете ли вы врачебную практику сегодня в таком случае? У меня большой медицинский центр, и, конечно, я веду приемы. Но я веду приемы не первичных пациентов, которые просто хотят со мной поговорить, а те пациенты, которые уже обследованы, это сложные случаи, все консилиумы провожу я. Но это подавляющее большинство людей, достигших профессорского статуса, именно так и живут. Говорят, что врач остается врачом, когда у него не менее 10 пациентов в день. Я вот такое слышала. Возможно... Если вы это скажете какому-нибудь врачу, вас покусают, потому что вся наша борьба, вся наша борьба посвящена тому, чтобы не было просчитанного количества пациентов. Потому что это уничтожает все. Она уничтожает тебя, как думаю, еще и личность. Ты просто должен... Это, собственно говоря, то, что ненавидят в профессии участковые врачи, где дозированы 12 минут. И за 12 минут ты должен все успеть. А очереди контролируются. А в России люди считают, что в очереди они сидеть не должны. Единственное, где это важно, в профессии, где люди работают руками, в хирургии, там принципиально важно, сколько операций делает врач. Потому что если он их делает мало, хирург, значит, у него просто нет этих навыков. А это навыки мелкой моторики, рукотворной. Вот там это серьезно. А в нашей профессии, в терапии, это наш тяжкий крест. В таком случае, как бы, врач является врачом, если он непосредственно каждый день вот не принимает пациентов. Конечно, безусловно. Потому что в нашей профессии, основа нашей профессии, это знания, которыми ты владеешь. А ты ими владеешь до конца дней. Елена Васильевна, скажите мне, почему вы однажды приняли это решение, что вы не идете во врачебную практику, а идете на телевидение? Всем так хочется сказать, что я не врач, а ты фишка, вы не врач. Послушайте, я никогда не хотела прийти работать на телевидение. У меня не было вообще такой цели. Я на телевидение попала как случайный человек. Когда я была после операции с младшим сыном в Кемерово. В Кемерово шли забастовки. Там все время выступал пресс-секретарь главы администрации. У них называлось там «Из первых рук» или что-то такое. Там все бастовали, бастовали врачи. И моя мама говорила, что это преступление, если врач, ты врач бастовать. Вот этот пресс-секретарь был мой товарищ институтский. Я его увидела на экране. Я ему поставила, говорю, Кость, давай встретимся. Он говорит, у нас тут митинги забастовки, я все время на телевидении. Я приехала к нему на телевидение. И мы с ним просто разговаривали. И я говорю, Кость, скажи мне, ну почему так все отвратительно? Почему столько негатива? Ну даже о медицине, кроме забастовок, ничего. Ведь в нашей профессии врачи спасают пациентов, драматические истории, что-то происходит. Люди жертвуют собой ради близких. Почему-то нет позитива. Он говорит, ну ты можешь о позитиве рассказать? Я говорю, конечно. И он говорит, ну пошли со мной. И мы с ним куда-то шли, и вот так мы разговаривали, как у него дела, как у меня, мы пришли к какой-то женщине, говорит, это Лена Малышева, она сделает позитивную программу. Она мне говорит, скажите, пожалуйста, вы можете в пятницу выйти, у нас 15 минут, у нас там телеканал, часовой общество, и 15 минут надо про медицину. Вы можете выйти в прямой эфир на 15 минут? Я говорю, могу. И, собственно говоря, на этом мы расстались. И дальше я вернулась и стала думать, как мне это делать. Почему-то на тот момент мне пришла мысль, что должно быть три гостя. И в прямом эфире мне сказали, а сейчас наши 15 минут посвящены медицине. И я говорю, у нас сегодня в гостях три шутки, и каждый из них выступил. И мне казалось, что я уж точно буду мастером, если я скажу, до конца эфира осталась одна минута. И там висели часы, когда осталась минута, я сказала, до конца эфира осталась одна минута. И все, я так сделала первую программу. После этого мне главный режиссер кемеровского телевидения, это как раз и была та женщина, к которой меня мой товарищ Костя привел. Говорит, я так поняла, что у вас опыт есть, вы у нас можете делать программу медицинскую? Я говорю, я могу. Поэтому вот так сложилась моя карьера. Это вы мне сейчас рассказываете очень красивую историю. Человеку, которому он пришел первый день, побывал на телевидении, пошел домой. Что такое сценарий? Как писать подводки? Ну вот что вы делали? А что писать? Между прочим, я и сейчас не пишу подводки. И мне никто не пишет подводки. Мне вполне хватает интеллекта и умения выразить свои мысли, чтобы их выразить. Вы знаете, это только кажется, что все в жизни сложно, потому что реально, когда сложился дуэт Ильфа Петров, один из них, я уж не помню, кто говорил, а как же мы будем книжки писать? А второй сказал, любой культурный человек может сесть и написать книжку. Послушайте, человек с медицинским образованием, это высокообразованный человек. К нам приходят студенты-медики, конечно, интеллектуально, они в тысячу раз образованнее, чем все любые другие люди, не из мединститута. Тут сравнивать не с чем. Но это же не значит, что вы высокообразованный человек, завтра пойдете и хорошо подстрижете кого-то. Так а я и не стригла. Я рассказывала о медицине. Послушайте, если бы мне поручили сделать программу о политике, я бы, скорее всего, отказалась, потому что я вообще ничего не знаю про политику. А мне надо было рассказать о медицине, которую я знаю, в которой выросла, в которой живу и так далее. Я, кстати говоря, вообще не волновалась. Между прочим, все доктора, которые пришли работать в «Жить здорово», вообще не было никакого подготовительного периода. То есть с первой программы? С первой программой. Мы все так работаем. Все без исключения. То есть ни у одного из нас не было какого-то подготовительного периода. Вот камера, смотрите в камеру или что-то. Вообще ничего не было. А у нас новый министр здравоохранения Михаил Мурашко. Что вы о нем думаете? Знакомы ли вы с ним? Я, конечно, знакома с новым министром. Я думаю только одно, что ему будет очень трудно, потому что вот только что они съездили в Курган вместе с премьер-министром, и премьер-министр, по-моему, был шокирован нищетой медицины. А построить больницы по стране, которые разрушены, это будет очень сложно. Потому что построить налоговые инспекции, небольшие домики, где люди сидят и что-то выдают, это с точки зрения финансов чепуха. А оснастить все за миллионы долларов томографами, сложнейшей техникой, роботами, это огромные деньги. Поэтому я могу только удачи пожелать, потому что медицина, особенно провинциальная, потому что Москва сегодня просто на уровне лучших мировых стандартов. А провинциальная медицина, она очень бедная. Очень бедная. Ну, вы знаете, наверное, и Веронику Скворцову? Конечно. И очень давно, и задолго до того, Вот вы можете сравнить ее подход и мурашка? Это разное? Ну, Михаил Мич только пришел. Как можно говорить о его подходе? Они многие годы работали вместе, и он был руководителем Росздравнадзора. И она, более того, взяла его на работу. Я его знаю хорошо, но что он будет делать в медицине, это абсолютно другая работа. До этого он всех проверял, потому что Росздравнадзор это проверка. А теперь он должен исправить. Как минимум, кошмары медицины он хорошо знает, потому что он был проверяющей организацией. Что изменится, что будет, это только время покажет. Вы можете мне назвать, допустим, пять пунктов, которые вас сегодня не устраивают в здравоохранении нашем, российском? Первое, то, что ответственность за здоровье переложена с каждого человека на медицину страны. Это самая страшная ошибка, потому что, если вы лично не отвечаете за свое здоровье, если вы лично пьете, курите, вам вообще на все плевать, то магнитно-резонансный томограф можно у вас дома поставить. Но от этого ваша продолжительность жизни не увеличится. А что значит переложена ответственность? То есть я пью курю и матерю? Потому что вы лично за себя не отвечаете. Вы говорите, дайте мне то, дайте мне это, я к вам приду, лечите меня и так далее. А, например, я вам говорю, вы вакцинированы от гриппа? Вот вы вакцинированы от гриппа? Вот вы не вакцинированы от гриппа. И, грубо говоря, вам плевать на то, что вы можете заразить ребенка, который до полугода не может быть вакцинирован от гриппа, и он погибнет от гриппа. Правильно? Вам плевать на это. Вы об этом не задумываетесь. Понимаете? А я, как врач, по факту буду отвечать за то, что случится и с вами в случае, если вы заболеете гриппом, а грипп это инфекция, которая может закончиться смертью за трое суток, из-за этого ребенка и так далее. А что нужно сделать в этом случае? Например, в Америке, если ты отказался от вакцинации ребенка, то ты не сможешь его в школу водить, ты в университет не сможешь ходить и так далее, и так далее. Поэтому человечество вынуждено возвращаться к каким-то полутюремным мерам, потому что люди допустили то, что инфекция, которой не было, появилась вновь и с такой силой. Поэтому отсутствие ответственности за свое здоровье у людей это самая плохая парадигма здравоохранения в медицине. Самая плохая. Кто-нибудь еще? И я, кстати говоря, очень просила, чтобы это внесли в Конституцию, потому что у нас там написано, что человек отвечает за охрану природы, за что-то там еще. Я говорю, внесите, что человек отвечает за здоровье. Мы сказали, нет, сказали эту часть не трогать. Это ошибка. Что еще вас не устраивает в нашей системе? В нашей системе меня не устраивают преступно низкие зарплаты врачам, несмотря на все попытки их повысить. Вот вы знаете, я так люблю китайцев за то, что они сейчас объявили, что они всем врачам, которые работают в эпидемии, в три раза, сразу в три раза увеличат зарплаты. Я даже записала программу здоровья вчера и сказала, что это мое предложение в три раза, потому что у нас сейчас все, например, московские службы, медики, врачи, все поликлиники выезжали там рейды в поликлиники, куда-то еще. Санэпиднадзор вообще круглые сутки теперь работает, у них прямо военно-полевые вахты. Потому что я была и в Тюмени, и в Казани за последнее время, везде, и в Израиле. И везде тебя встречают сотрудники Роспотребнадзора. Вот я за то, чтобы им в три раза повысили зарплату. С врачами очень серьезная ситуация, потому что у нас, например, доктор, который закончил мединститут, у него будет семь тысяч зарплат. Вот сейчас ему поднимут до двенадцати с половиной, что ли, до прожиточного минимума. Ну как? Так не может быть. Так не должно быть. Не должен врач, который там в той же Тюмени работает по десять часов дежурств, а при этом дни он работает все, получает тридцать восемь тысяч. А у вас есть ответ, почему врачи так мало получают у нас в стране? Вы знаете, я думаю, что наша страна пережила такой тяжелый период смены исторических формаций, смены всего, что просто невозможно было все сделать. Я очень люблю Владимира Маяковского, у него в одном стихотворении есть такая фраза «Наша подросток страна». Вот мне кажется, наша страна это такой подросток, который выбирается из каких-то проблем, и все время что-то привносится, какие-то внешние угрозы, что-то еще, где мы участвуем, 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 и нам на многое просто не хватает рук, сил и средств иногда. Но вот сейчас, когда в нашем бюджете профицит, у нас, мне кажется, экономисты в правительстве, которые были, и, может быть, там они многие остались, мне кажется, сейчас появилась какая-то подушка, которая даст возможность решить какие-то проблемы. Во всяком случае, сейчас понятно, что они видны правительству и тем, кто руководит страной. И даже тот факт, что премьер-министр Мишустин поехал в Курган и сразу выделил деньги туда и сказал, что нищета, я не знаю, как вы работаете в больнице, которая 40 лет не ремонтировалась, и в операционной вместо эндоскопа стоит телевизор старый ламповый, как врачи там как-то припаяли, чтобы хотя бы как-то оперировать. Вот это счастье. Это значит, что-то понятно и будет намечена какая-то программа действия. Вас не возмущает, но меня лично возмущает, когда мы строим огромный стадион к чемпионату мира по футболу в Петербурге, а на все здравоохранение Ленинградской области выделяется денег там. Боюсь сейчас соврать, напишу эти цифры. Ой, вы знаете, я так не люблю обсуждать эти темы, они, по-моему, такие, знаете, передернутые, передернутые. Зачем нам отмечать День Победы? Может быть, мы лучше в Ленинградскую область пойдем? Вы знаете, к нам приезжали со всего мира. Ну, чемпионат мира по футболу, я была в Москве, для меня это праздник жизни будет во всем моим воспоминаниям. И то, что мы не опозорились, и то, что мы так хорошо выглядели, и то, как у нас медицина отработала вообще. Я говорю про... Это просто сказка. Я не говорю, нужно ли бы проводить или вместо этого построить? Просто на стадионе говорят, что украдено много денег, и через все много... я вам могу сказать одно. И что эти деньги могли бы пойти на... Я точно не политический деятель, я точно понятия не имею, где какой стадион построили, и за сколько денег. Я точно сторонник того, чтобы в медицину пришли приличные деньги. Но вот эти все досужие... Вас не убивает это, меня это убивает. И сейчас убитая, я буду ходить. Это такая, по-моему, пошлость. И даже моя вот такая позиция. Это вот вроде как бы вы сказали, и свою дозу благородства вы внесли в эту проблему. А на самом деле ничего не произошло. Стадион был нужен, и его построили. Воровать плохо. Не воруют одна из заповедей. Мне кажется, это псевдо-благородство и такая псевдо-борьба. Честное слово. Для меня тема жизни, что... Это смешно, правда. Надо найти причину того, почему нашим врачам мало платят, и мы все время собираем деньги на больных детей. Точно не потому, что стадион построили. Окей. И даже не потому, что там своровали. Хорошо. А просто система эта не создана. Она должна быть другой. Медицина стала супердорогой, высокотехнологичной. Она требует совершенно других денег. Этого долго не было. Это все парадигмы, почему вы такие плохие. И вроде бы сказал, почему вы такие плохие, и сам хорошим стал. По-моему, это пошло, Ир. Честно говоря. Что еще? Третье. И вдумайте вырезать. Я помню, я смотрела интервью кого-то, какой-то КВНщик давал интервью. По-моему, Басти, что ли. Ну, неважно. Я не помню. И он ему говорит, а вот как вы относитесь к чему-то? То ли к какому-то празднику, то ли к какому-то... А я в этот момент думаю, что под Ярославлем у кого-то жигуленок не заводится. Мне это было так смешно, такой-то лживый патриотизм. Я думаю, боже мой, то же самое можно сказать. Почему вы в КВН шутки, шутите, когда стадион в Ленинграде или там где-то построили и деньги своровали? Как у вас вообще язык был? Я бы распредел... Язык поворачивается, шутки шутить. Потому что я про распределение городского бюджета или областного бюджета. И мне кажется, что на здравоохранительное образование можно было бы побольше денег распределять. Я думаю, что когда строили стадион, это к городскому бюджету вообще не имело отношения. Между нами говоря. Но то, что медицине нужны деньги и вливание, думаю так. То, что сейчас это слышат и понимают, и понимают, что огромное количество ветких зданий, это так. То, что премьер-министр был шокирован тем, что он увидел и немедленно выделили деньги на это, это тоже так. То, что его новый министр повез не показать достижения, их можно в любом городе показать, а повез в какую-то немыслимую даль показать какие-то кошмары. Это хорошо, а не плохо. Мы другие, мы ищем позитивы. Третий пункт. Давайте. Негативный назовете? Третий. Это то, что целью нашей медицины поставлены такие мифические цели, как ликвидация очередей куда-то и так далее. В мире вообще никто не занимается очередями. Мне пишут, меня на МРТ записали через месяц. Вот мы работаем с доктором Гондельманом, и он говорит, у нас это норма, у них вся медицина государственная. Он говорит, у нас это норма. Если экстренно, привезут по скорой, сделают экстренно, и человек будет лечиться. Если не экстренно, будут очереди. Так везде во всем мире есть очереди куда-то на те операции, которые плановые и так далее. Поэтому наши люди все хотят, чтобы было здесь и сейчас. А в медицине так не бывает. Мне кажется, если людям скажут, люди, вы отвечаете за себя сами. Мы, как государство, сделали для вас вот столько, диспансеризацию ввели. В мире нет диспансеризации. Потому что это очень дорогое удовольствие. Но мы вам будем помогать бесплатно. У нас осталась бесплатная медицина в Конституции. Если вы за собой не будете следить, вы придете к нам платно. Так что, люди, не обижайтесь. Но мы, как страна, поддержим вас всегда. Это будет чудо. Почему вы говорите? Из интервью, я прям хотела с вами поговорить тоже на эту тему. Из интервью в интервью вы говорите, что у нас бесплатная медицина. Все-таки мы платим налоги. И я, как гражданин, и еще и ИП, я теперь такие налоги на здравоохранение отдаю, а все равно пользуюсь платной, что... Как ИП у нас 6%. Да. Но правда... А еще там сборы есть каждый год. Смотрите, правда состоит в том, что мы вносим деньги на медицину. Да. Сейчас, по-моему, 3,2 или 3,6. 5,1. Да. Для примера, в Германии 20. Там другая медицина. Давайте не будем сравнивать. Секундочку. Давайте о нашей стране поговорим. Не-не-не. Секундочку. Те деньги, которые мы вносим, это деньги, идущие на медицину. Да. Когда 20% внесено, это одна песня от фонда заработных плат. Когда меньше, это другая. Поэтому третье, четвертое точнее, а может и третье, что бы я сделала в организации медицины, это то, что полис обязательного медицинского страхования, а это некие государственные гарантии, давал нам вход в любое медицинское учреждение страны. В платное и бесплатное. Или бесплатное. То есть в частное или в государственное. И мы знали, например, у нас есть клиника управления болью в нашем медицинском центре. Вот если бы, скажем, человек к нам пришел и знал, что государство за него заплатит, например, 100 рублей, а процедура стоит, например, 100 тоже, тогда по полису ОМС мы ее делаем бесплатно, нам платит государство. Если процедура, скажем, стоит 130 рублей, или мы там должны что-то купить эксклюзивное, то человек заплатит только за это. Вот так в Испании. У них такая система. У них с их полисом ОМС ты можешь пойти хоть куда. Ну я к тому, что вы все время говорите о том, что нам что-то дало государство. Так не государство дало, мы сами за это платим. И, ну, наверное, можем требовать, мне кажется, хорошего. Смотрите, в рамках того, что гарантирует полис обязательного медицинского страхования, конечно, мы можем и должны что-то требовать. Пожалуйста. Вы сказали свои негативные истории. Мне интересно поговорить, значит, что я вижу, да, какого-то там негативного. Я права, что у вашей сестры была онкология? Да, у нее был рак. Ее трижды оперировали, она лечилась и так далее. Где? В Москве. На Каширке? И оперировал ваш профессор. Нет, она лечилась в институте Герцена, ее трижды оперировал профессор Альшанский. Его нет в живых, но это герой нашей семьи. Вы почему выбрали Россию? Потому что, как бы, вы знали лично этих врачей, и это было быстрее, потому что я чаще слышу мнение, что лучше уезжать и лечить не у нас. Я же отношусь к информированным людям, правильно? Когда кто-то в семье заболевает, ты всегда ищешь не страну, а ты ищешь либо систему помощи, которая спасет человека, либо врача, который может спасти. Профессор Альшанский был просто лучшим специалистом, а у нее был рак щитовидной железы и метастазы в средостении, то есть у нее вся грудь была в метастазах. И ей предстояла огромная операция, и он это делал лучше других. Там прежде всего нужен был хирург, который такие огромные объемы удалит, грамотно, правильно и так далее. Вот, поэтому мы выбирали специалиста. И вообще мы всегда, я всем говорю, если вы думаете, где лечиться, вы должны не разговаривать из цикла мне в Германию поехать или в Израиль, а искать тех, кто делает это лучше, чем, например, в России, если вы решили уезжать. На ваш взгляд, какую онкологию лучше лечить у нас, а какую лучше в Германии или в Израиле? Сегодня вся онкология лечится по мировым стандартам. Сегодня эпоха, которая была на заре того, как у нас началась перестройка, у нас был железный занавес, у нас тут от рака крови 95% погибало детей, а в Германии 80% выживало. И как бы это не были происки империализма, просто мы не пользовались ничем современным. Сегодня все абсолютно унифицировано в мире. И так как мы открытая страна, мы знаем все протоколы, все стандарты, они опубликованы. Поэтому сегодня первое. Вся химиотерапия унифицирована. И она здесь такая же точно, как и за рубежом. Это вопрос просто доступности. Ваш регион купил эти лекарства или нет? Достанутся они вам бесплатно или нет? Но если вы их в состоянии купить, это никакой роли не играет. Вы их можете купить и вам будут вводить. Вот и все. То есть это вопрос сегодня обеспеченности медицины конкретного региона. Потому что Москва, например, всех своих обеспечила. Всеми онкологическими препаратами. Все, что касается операций, а они в онкологии до сих пор существуют, то это вопрос, какой хирург лучше. Это вопрос персональный. Это не вопрос страны. Это вопрос, какие руки это сделают. И ничего больше. Ну нет же никаких гарантий, что ты по квоте попадешь именно к этому врачу. Дело в том, что ты по квоте точно попадешь к врачу, который этим занимается. А все остальное – это вопрос выбора твоего. Значит, я же говорю о том, что меня не устраивает. Я очень много времени провела на кошерке, сопровождая своих близких людей. С чем я столкнулась и для тамошних жителей, будем так говорить, или людей, которые сидят в очередях, вообще не секрет, что все построено на взятках. И если ты сегодня не дал взятку и врачу, он не обратит на тебя внимания, даже когда ты будешь лежать в палате. И мы тоже с этим столкнулись, и я неоднократно. Поэтому задают этот вопрос. Михаила Кропотова, заведующего отделением онкоцентра на кошерке, задержали при попытке получить деньги от сына одного из своих пациентов. Он хотел меня благодарить. Что именно? Ну, передал деньги. Денежные средства? Да. Где деньги? Вот на столе. Сколько там денежных средств? Не знаю. Если не знал, то догадывался. На столе ровно 350 тысяч. Именно столько, по словам родственников пациента, доктор Кропотов вымогал за операцию, которую уже сполна оплатило государство. Так, на кошерке уже расстались с профессором Вячеславом Ивановым, зав. отделением пятой хирургии. Летом 2010-го он был арестован, в частности, за то, что требовал деньги за полагающиеся бесплатно УЗИ. Михаил Кропотов тоже уже был в центре скандала, правда, виртуального. В марте этого года участница одного из медицинских форумов в интернете обвинила доктора в вымогательстве. Я не знаю об этом. Вы не знаете, что у нас врачи, чтобы заработать или как-то берут переводы на карточку, и вы никогда с этим не сталкивались? Я лично нет. Я их не знаю. Но я вот вам сейчас об этом говорю, что я еще и в пироговке с этим сталкивалась, например. Ну, это плохо. Наверное, везде есть люди, которые что-то нарушают. Они есть и в медицине, и где-то еще, и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, это есть. Это глупо отрицать. Ну, я к тому, что вы продолжаете говорить о том, что у нас медицина бесплатная, а она как бы только внешне бесплатная. А когда ты, ну, входишь, получается, что ты везде платишь. Вы просто понятия не имеете, что такое реально платная медицина. Иметь понятие о том, что такое реально платная медицина, ты можешь, когда ты съездил один раз со своими родными и близкими, оплатил их лечение за рубежом, где минимум консультация врача, 500 долларов минимум и дороже, где если любая операция минимальная сделана, она 30 тысяч евро и дороже, где 100 тысяч долларов, 100 тысяч евро и больше стоит все на свете, где один день госпитализации стоит тысячу долларов и больше, и так далее. Вот это реально платная медицина, когда ты реально платишь за все. Можно я отвечу на вопрос, ответ на который важен для людей, потому что мы все занимаемся разговорами про плохое, а людям важно знать про хорошее. Моя передача посвящена тем, кому нужна помощь. Поэтому я не буравлю глазами камеру и не говорю, сейчас я вам расскажу, где плохо. А я понимаю, что там люди, которым вот так нужна помощь. И вот важно, когда не стоит ехать за рубеж, и точно вам, вот я сейчас обращаюсь к зрителям, помогут в России. Первое. Все детские раки крови. В России сегодня это высочайший класс. Мало того, что это высочайший класс. Протокол лечения детских лейкозов называется сегодня Москва-Берлин. Это выдающееся завоевание детских врачей-гематологов, онкологов, под руководством потрясающего нашего современника, профессора Румянцева. Поэтому лечить лейкозы детские за рубежом безумие. Россия сегодня номер один в мире. Второе. У нас роботические операции при простатоктомии не стоит ехать в Израиль. Они приезжают учиться в Россию. Врачи я имею в виду. Потому что эта технология требует обучения врачей и медсестер. Общая онкология. Проверьте врачей, обсудите с ним международный стандарт лечения. Сегодня не так много опций, когда надо ехать за рубеж. Не так много. Это все сильно-сильно преувеличено. По-моему, года два назад у вас был эфир прямой в хардой знать на дожде. Да. После этого эфира Елена Чекалова, знаете ли вы, наверное, супруга Леонида Парфенова, написала пост в Фейсбуке. Вы читали его? Он был обращен к вам. Можно я вам зачту именно на эту тему, на которую мы говорим? Ну, помимо всяческих эмоций, она пишет, а вот конкретные истории из жизни нашей семьи. Когда мой муж упал на съемках первого из-за отсутствия безопасности на сцене, в хлам переломал ногу, его отвезли в ту самую выдающуюся Боткинскую. К нему приехал глава Московского здравоохранения и говорит, Леонид Геннадьевич, мы ничего не можем сделать, вы ведь уже не молоды, к сожалению, нормально ходить не будете. Константин Львович, видимо, Эрнс, попросил Малышеву найти лучшую клинику на Западе. Она быстро нашла, не мог и шага сделать. Профессор ЦВИП сказал, все будет хорошо, вы ведь уже еще так молоды. К сожалению, вместо одной операции профессор сделал Лене пять, поскольку единственное, что подарили в родной Боткинской, это стафилококк. Но ЦВИП выполнил обещание, Леня даже не хромает. И вот это все Елена Малышева знает прекрасно. Я уже не говорю про отсутствие коек в коридорах на наших государственных больницах. Я хорошо знаю эту историю. В тот момент, ну там просто работали люди, которых я очень хорошо знаю, подарить стафилококк не могли никак, потому что там ничего не делали. Сразу было решено, и это было желание Леонида Парфенова уехать. Более того, я говорила с самим Леонидом Парфеновым. Он сказал просто, я хочу уехать. Скажите, куда? Его не оперировали в Боткинской, вообще ничего не делали. Поэтому они при всем желании подарить ему стафилококк были не в состоянии. Так если пациент хочет уехать, он должен уехать. Потому что тот факт, что ему сделали три операции, был связан не с великими достижениями, а в том, что у него были все возможные осложнения, которые только могли быть в Германии. Уж то, что там нашли стафилококк, это исключительно заслуга немцев. Как говорится, это рассказ о том, что даже в Германии есть стафилококк. Так что это совершенно другая история, про другое. Я ее действительно хорошо знаю. Мне кажется, что это как раз сравнение российского. И говорила я прямо вот конкретно все время, и когда Леонид Парфенов был здесь, и когда был там лично с ним. А по поводу импортозамещения лекарств, как вы думаете, как это у нас протекает? К 2020 году должны были закончить, насколько я знаю. Я не являюсь сторонником заместить все. Мы в свое время сделали попытку заместить машины импортные нашими, и ничего не получилось. Мы ни разу не делали попытку французские духи заместить русскими. И русские духи сейчас просто не купить. И слава тебе, Господи. Я считаю, что наши бесконечные страхи, что нас от чего-то отключат, они все-таки сильно преувеличены. Если человек заболевает, мне как врачу все равно, кто производитель. У меня нет коллективной ответственности. Я не могу сказать. Вы меня извините, страна решила вот это. Человек все равно. Я буду преступником для человека, если я буду назначать то, что не помогает, или то, что может убить, или то, у чего токсические эффекты. Нет, ну в смысле, если я у вас бесплатно лечусь, и у вас как бы вот такие лекарства вам не выдает государство, других вам нельзя. Если вы меня бесплатно лечите, то чем бы я вас не лечила, у меня есть личная ответственность. И если вам плохо, вы не пойдете к государству и не скажете, государство, почему ты так поступил? Вы придете ко мне и будете проклинать меня. Поэтому, когда оказалось, что онкологические препараты, российские, заместившие импортные, обладают страшными токсическими эффектами, фактически врачи просто встали на дыбы. Они сказали, мы не будем, мы не можем, мы совершаем преступление. И сегодня шесть или семь поручений правительства немедленно вернуть все лекарства. Поэтому сегодня эти вопросы решаются. Елена Васильевна, а как вы смотрите на ситуацию, которая произошла с Михаилом Каабаком, который отошел от предписанных указаний, как стал лечить по международному стандарту и вот это вот увольнение, возвращение, вот это все? Ну, это, как я к этому отношусь? В жизни все бывает. В жизни бывает несправедливость, бывает справедливость. Тем не менее, правда восторжествовала. Михаил Каабак работает. И он большой молодец, что он не стал из этого делать политическую акцию. А главным интересом для него были интересы детей. И оказалось, что если интересы совпадают у него, у Минздрава, у родителей, то все придет в норму. И здесь это пример того, как случилась ситуация. Потому что ситуации любые в жизни происходят. Но ее поправили и в Минздраве, и везде. Почему так происходит, что вдруг, когда один врач там ходит из строя или его увольняют, нам некем его заменить? Нету больше. один на всех. Потому что таких пациентов мало. Это не аппендицит, где миллионы врачей делают операции. Маловесные дети, которым нужна пересадка, их мало. То есть достаточно одного человека. Он этим и занимается. Их мало просто. А когда его увольняют, получается... Его тут же и вернули, потому что поняли, что так не следует поступать. Елена Васильевна, а что это все за одежда? Вы кого одеваете? Всех людей. В смысле, всех людей одеваете, кто к вам приходит? Все гости, которые к нам приходят, проверяются и переодеваются. Если они хорошо одеты, они выходят в свое. Серьезно? Вы не пускаете зрителей в своей одежде? Нет, мы им предлагаем переодеться, потому что зачастую люди так плохо одеты, что выпускать их в своей одежде, это значит унизить их, потому что мы будем все роскошно одеты, а они будут плохо. Здрасте. Вас уже причесали? Нет, Моисееву скажи, чтобы сделали прическу Голливуда. Прическа Голливуда. Ну, потому что женщинам надо вот эту часть поднимать, ее так нельзя опускать. Она вон какая красивая. Гер, там женщина, которая в моем зеленом платье, ее надо причесать абсолютно по-другому. Она должна быть голливудская красавица. Понятно? Давай. Это первый кабинет, с которого вообще началась моя жизнь на Первом канале. Комната 2,33. Тут был мой кабинет. В 10 лет, с момента появления программы «Жить здорово», это моя гримерная. Тут ничего совершенно такого особенного нет. Массажное кресло, или два семена? Это мне подарили мои дети. Ну, здесь ничего такого нет. Весь эти платье. Здесь все знаменитые платья. А у вас есть знаменитые платья? Ну, знаменитые это вот, где-то тут пукла стояла, это вот этот нью-лук стиль. С этого начиналась программа «Жить здорово», тогда это было важно, это был такой впервые возвращенный стиль. В принципе, эта одежда к жизни не имеет отношения, потому что это юбки с подъюбниками. В жизни это просто нереально. Хотя, вот сейчас у нас идет этот конкурс платья для королевы, и все женщины просят эти платья. Я говорю, зачем они вам? Их можно надеть один раз в жизни, в быту. Ну, вот ты одела на Новый год, в нее уже не пойдешь просто. Ну, когда она себе такое еще купит? То есть у вас женщины худеют, и приз вы отдаете? Нет, приз у них миллион будет разыгрываться, но заодно идут там какие-то конкурсы. Как худеются в моем городе, люди там про свои города рассказывают. Я худею с мамой, дети рисунки рисуют. Это вот один из конкурсов платья для королевы. Просто меня кто-то попросил подарить платье, и я подарила. А потом я думаю, так и надо уже дарить так массово. И мы стали дарить все. Смотрите, как у вас умное потребление вещей. Сразу отдают... Да, потому что это уже 10 лет, и у нас просто два больших кабинета в два этажа заняты моими платьями. А вы сколько раз одно платье можете надеть? Три-пять раз так примерно за сезон. То есть пять программ отписали в одну? Да, раньше мы шили платье, вот второй год мы прекратили шить платье, и я все покупаю. То есть все, что на мне сейчас, это такая современная мода. Покупаете или вам дарят? Вам должны дарить. Нет, мне ничего не дарят. Это я все покупаю. Это Дрис Ван Ноттон. Очень красиво. А покажите вот со своим изображением. На самом деле, покажу сейчас. На самом деле, у меня есть вот такое платье. Это Тиби. Это мой любимый фасон. Лучше нет фасона на планете. Я когда его покупала, я его покупала в интернете. Я не знала, что там такая спина. Но оказалось, что такая спина. А это я сделала. Потому что когда идет Новый год, там вообще каждый день новое платье. То есть, например, за этот пул я могу дважды надеть какое-то платье. А в Новый год каждый день разные платья. Потому что 10 дней подряд мы выходим. И это я специально сделала с портретами наших мужчин. У меня вообще много было платьев. Несколько раз я делала портреты наших мужчин. Вот. Когда болел Герман Шайч, я его надела, гладила по голове и говорила, что выздоравливаемый, любимый друг. Елена Васильевна, а сколько закладываете вы в бюджете на наряды, на бюджете программы? Вы знаете, в целом все платья, которые я покупаю, так как это дорогие марки, я, как правило, покупаю сама. В этом году или в прошлом году мы мне впервые это оплатили. Но в целом это не может в таких количествах быть бюджетом программы. Потому что программа не создана. Потому что это реально очень дорого и бессмысленно. А вы любите именно дорогие вещи? Нет, я не люблю вообще. Мне вообще безразлично, сколько стоит весь. Две копейки или 200 тысяч. По одной простой причине. Если она смешная, оригинальная, или если вот она мне там идет, или если она какая-то бесподобная и подходит в тему, то это всегда здорово. Мы очень много шьем копий. Вот, например, вот это. Я всем говорю, что это Валентина. Но это полностью шили мы. Но это копия редкой коллекции Валентина. Вот, это тоже есть. И это здорово выглядит. Это наш секрет. Мы его скрываем от всех. Вот это, кстати, тоже суперплатье. Вот отгадайте дизайнера. Я вообще в этом не разбирательна. А, ну так это же этот Версачи. Это Гуччи. Ой, Гуччи, господи. Ну, вот видите, какой специалист. Это я привезла ткань. Платки такие. Это наша копия. Это копия. То есть у Гуччи нет такого. Его фасон посмотрели у Гуччи. Да. Ну и так далее. Вы активно занимаетесь похудением населения. Да. Почему вы не за так модный бодипозитив? Вы знаете, я вам отвечу. Потому что ожирение сегодня внесено в номенклатуру болезни. И это вот прям краеугольная причина атеросклероза, инфарктов, инсультов, гипертонии. Раки сцеплены с ожирением. Это очень серьезная проблема. Вот мы, например, выпускаем диету Елены Малышевой. Это наборы еды для снижения веса. В принципе, это здоровое питание. И у нас в офисе могут быть полные люди. Но когда они приходят, если они бесценные сотрудники, я всем говорю, что сдать анализы, мы вам дадим все, но привести себя в норму. По одной простой причине. Потому что вот только сегодня я смотрела анализы одной из наших сотрудников. Там просто все красное. Все красное. Вот это цена ожирения. Ей достаточно похудеть, чтобы все стало нормальным. Поэтому бодипозитив, когда речь идет именно об ожирении, это такая ситуация, не трогайте меня. Никто и не трогает полное. Я же не подхожу к людям на улице, не говорю, почему вы такая полная. Я просто тем, кто работает со мной, говорю, что похудеть надо для вас, не для меня. Я недавно какой-то ролик смотрела, где была, например, девушка без ноги. Девушка со страшными рубцами после ожогов. И какая-то толстая девчонка, типа, это мое тело, это мой бодипозитив. Думаю, как же не стыдно совмещать такие вещи. Даже автор роликов. В одном случае трагедии, когда человек невиновен в том, что у нее нет ноги. И мы не можем таких людей не принимать. А в другом случае, вот я ем, у меня жизнь вот такая, а я все наяриваю, и вот пусть мой бодипозитив. По-моему, это пошло. То есть вам не нравятся вот эти плюс-сайз модели, которые вдруг начали выходить на подиумы и говорят, что... Я вообще к ним никак не отношусь. То, что к нам в клинику приходят худеть модели плюс, это я знаю. И когда она стоит и рыдает у меня, а у нас первое занятие, когда каждый рассказывает, зачем ему нужно худеть. И она плачет вот так в три ручья и говорит, я модель плюс, я не знаю, что делать, я не могу дышать, я не могу то-се, я не могу пятое-тридцатое. И сейчас меня убрали из профессии, потому что у меня отдышка на подиуме, я еле иду. У меня суставы болят, так что я каблук натянуть не могу. Мне надо у вас похудеть. То какой тут бодипозитив? Тут один бодипнегатив. Здрасте. Я знаю, что вы худеете. Насколько? Ну, пока сегодня 116. А было? А было 125. Ну, вообще, герой, 9? За сколько? Ну, уже второй месяц. Ничего себе. Молодец. Спасибо большое. Вы свою диету, Елен Малышевой, вы придумали по какому-то поводу? То есть вот случилось, что, я не знаю, вы сами решили похудеть? Или там скетты? Я худею все время, не останавливаясь, потому что, как и все женщины, я живу вот в таких визах. Нет, там была другая ситуация. Дело в том, что в интернете стали продавать диету Елены Малышевой без всякого моего участия. И мне вдруг позвонил, по-моему, московский антимонопольный комитет, его руководитель, и говорит, это с вами согласовано? Это, типа, ваш бизнес? Я говорю, нет, я вообще, вот вы мне сейчас, я вообще в шоке, сейчас я посмотрю и так далее. И потом вот этот вот антимонопольный комитет, он выпустил такое письмо, типа того, что если вы используете имя Елены Малышевой, вы должны предъявить лицензионный договор с ней. И ко мне пришли какие-то люди, и я никогда не забуду, они мне показали, сколько там они миллионов долларов зарабатывают на этом, и предложили мне там какую-то смехотворную зарплату. Там был какой-то вообще, типа, мне два рубля, а у них миллион долларов. И в этот момент я поняла, я подумала, а почему я сама-то этого не делаю? Во-первых, у нас все время идет проект «Сброс лишний». Мы рассказываем, как правильно питаться. То есть я все об этом знаю. Я врач, я много лет этим занимаюсь. Почему я не сделаю готовый набор? Кто составлял меню? Я. Вы лично? Конечно. Вы же не диетолог. Вы, наверное, не знаете такой простой вещи, что глобально диетологи в мире врачами не являются вообще. Все диетологи мира не врачи. У нас вот такой нонсенс. У нас врачи-диетологи. Поэтому первое, чтобы знать, как правильно питаться, не надо быть врачом. Поэтому столько народа в этом бизнесе. Второе, то, что я врач, это супербонус при составлении правильного питания. И третье, тот факт, что я врач, и врач очень образованный, дает возможность иметь в компонентах, вернее, в комплектации еды такие вещи, которые обеспечивают человеку соблюдение одного главного правила. Чтобы худеть, надо есть. Я открыла сайт диет Елены Малышевой и посмотрела, что, собственно, за наборы. И я смотрю питание и понимаю, что там очень много... Ну, на завтрак в основном каша, гречневая, овсяная или рисовая. А дальше идет всегда это либо картофель с котлетой, и там мука, и здесь. Рис, макароны. И я понимаю, что это очень много углеводов. А еще есть в составе всегда батончик злаковый, в котором есть фруктоза, это тот же сахар. Ну, в общем, я не понимаю, как на этом похудеть. Только из-за размера порций. Дело в том, что сахар, глюкоза точнее, это главный регулятор вашего веса. Мир давно ответил на вопрос, как правильно худеть с медицинской точки зрения. И правильный ответ звучит так. Без глюкозы вы не обойдетесь. Были проанализированы 47 самых распространенных систем питания. Система питания – это диета. Ну, вот, например, вы знаете, там, диета Дюкана или Дикена. Нет, я сейчас говорю об известных диетах. Какую назвали? Я сказала Белкова, но вы имеете в виду Дюкан, Аткинс, Креплевск. Да-да-да. Ну, то есть есть разные диеты. И вот их посмотрела прям специальная экспертная группа международная юристов, чтобы посмотреть, какие хорошие, какие плохие. Какие хорошие, какие плохие с точки зрения семи показателей. Вот я сейчас все могу не вспомнить, но показатели были такие. Первое. Сложность соблюдения и скорость достижения результата. Долгота удержания веса по завершению этой диеты. Влияние на сердце, влияние на сахарный диабет, так это пять. Общее влияние на здоровье – это шесть. Вот семь сейчас не вспомню. Ну, в общем, семь таких базовых критерий для диет. Было показано, что диеты, в которых исключены углеводы, это худшие диеты. Люди на них быстро худеют, не могут удерживать результат, всегда срываются, это всегда плохо. И если вы хотите, чтобы люди худели, конечно, они должны углеводы получать постоянно, чтобы сахар не падал в крови. Потому что, когда сахар падает в крови, то возникают приступы голода. Вот это очень хорошо знают диабетики, потому что у них бывают приступы падения сахара в крови, которые называются гипогликемия. Когда до дрожи они идут к холодильнику и должны его раскрыть. Вы же согласны, что есть разница между углеводами-овощами и углеводами-макаронами? В каждом приеме пищи должна быть определенная доза быстрых углеводов. Это мнение еще раз не мое. Нет, я поэтому спрашиваю. Это наука сказала. Товарищи, ваш мозг – это ваш главный эгоист. Он вас заставит наесться, если вы исключите углеводы. Не питайте иллюзии. Воли надолго не хватает. Просто количество углеводов. ВОЗ рекомендует 60-80 граммов в сутки. Сахара? Углеводов. А ваша диета – это примерно 110-120 граммов углеводов в сутки. Ну, как бы вот… Еще раз вам отвечу. Сегодня можно уже даже не обсуждать детали. Потому что, еще раз, 100 тысяч похудевших человек. Такой статистикой сегодня не может похвастаться никто. Елена Васильевна, давайте еще раз. Для дурочек, которые, чтобы не поняли, я поняли. Дурочки, с нашим питанием вы похудеете и навсегда научитесь удерживать вес. У меня все-таки вопрос. Если я дома, у меня нет 9 990 рублей в неделю, у меня есть там 2 тысячи рублей. Вы перепутали. Это месячный набор. Хорошо. Это месячный набор. Я просто знаю. Ладно, нет у меня в месяц столько денег. Я буду сама себе варить макароны и котлеты делать. Я похудею? Можете ли вы похудеть сами? Конечно. Вот с таким же меню. Котлеты, макароны, картофель. Конечно. Вы можете похудеть и на тортах, если калорийность дня будет 1200 килокалорий. Суть дела очень простая. Вы можете есть одну лапшу и худеть. Или одну картошку и худеть. Вы поправляетесь не от продукта, а от общей дозы принятых калорий. Вот и вся разгазка. Можете даже на котлеты не тратиться. Одна лапша. Поэтому, когда мне говорят, у меня нет денег на снижение веса, это смешно. Правильное питание, это питание недорогое, потому что количество ограничено. А вы хотите сказать, что тот подход, когда полный человек приходит к врачу-диетологу, в клинику, и у него там все измеряют, кровь, состояние, образ жизни. Вот, ну, достаточно сложная система, чтобы назначить ему питание. Или ваш вот коробка для... Унифицированный набор. Я вот не понимаю, как действовать. Это и то, и другое правильный подход? Или стоит ли тратить на это время? Зачем тогда? С точки зрения возможности похудеть, поход к врачу-диетологу бессмысленный, потому что ты можешь похудеть сам. Кто идет к врачу? Те, кто не могут, они не знают, почему. Им кажется, что им скажут золотое слово. И так далее, и так далее. По сути дела, поход к врачу, с точки зрения высокого веса, имеет две цели. Первая цель – это посмотреть, нет ли проблем, либо связанных с ожирением, вторичных по отношению к ожирению, либо проблем, которые могли привести к ожирению. Вторая опция – это, по сути дела, профессиональная поддержка человека, который не может справиться с собой. Вы на Первом канале, когда устраиваете вот эти марафоны, вы их кормите диетой Елены Малышева, участников? Когда мы начинали, мы как раз рассказывали всем, как правильно питаться и так далее. И люди сами справлялись. Сейчас, конечно, проще всего вручить им готовый набор и точно знать, что они будут все делать правильно. Вы платите за это Первому каналу? Как рекламодатель, который возвращает... Когда идет реклама, конечно, платим. Конечно, у нас рекламные ролики идут диеты. Как только появилась диета, и мы пришли на Первый канал, мне никогда не приходило в голову прийти к руководству Первого канала и сказать, вы мне разрешите бесплатно крутить свои ролики, а я буду продавать за деньги. По-моему, это пошло. Тогда у меня несколько вопросов по поводу, как мне кажется, рекламы. Значит, недавно вы рассказывали про службу боли. И врач вашей клиники, и вы говорили, что вот мы сделали, сделал укол вашему коллеге. При этом в конце вы подводите итог и говорите, что вот, к сожалению, таких служб нету. Такой службы нет в стране. Но сейчас все очень активно занимаются ее созданием. Это так. Вот сейчас вы видите, как Виталий Викторович Проценко готовится к процедуре. Еще раз повторю, иглы под контролем рентгена вводятся точно в цель, и боль ликвидируется практически сразу. Почему в стране до сих пор нет службы боли? Как вы это объясняете? В Москве уже, насколько мне известно, в каких-то городских больницах уже появляется специализированное отделение. Но только беда в одном, что до сих пор эту процедуру не оплачивает система ОМС. Поэтому люди-то тыкаются везде, их лечат бесплатно, бог весь чем, по системе ОМС, а помогает только это. Когда я набираю просто в гугле служба боли «Москва», и даже там... Ну, то есть я простым движением нашла, что это есть в ГКБ 67, 52-й, в Архангельской области, ГКБ Юдина, Москва. Ну, в общем, их очень много. А вы говорите, что их нет. При этом показываете, что вот в моей клинике мы делаем такое. Не реклама ли это? Значит, службы боли в стране нет, к сожалению. А это? Я что нашла? Ну, подождите. Слово служба боли не означает наличие в стране службы. Сегодня каждый второй человек, приходящий в поликлинику, приходит с болью либо в спине, либо в суставах. Половина из них испытывают эту боль с годами. Годами, вернее. Те, кто испытывает эту боль, 80% приходят к врачу. И почти все выходят из больницы с той же болью, с которой пришли. Служба боли это не просто таблетка от боли. Это, а, умение разобраться в причине, б, специальные технологии, которыми должны владеть либо врачи-анестезиологи, либо врачи-неэрохирурги. Хоть кто, но кто-то должен этим владеть. Вы хотите сказать, что эти клиники просто так называются, а на самом деле ничего этого нет? Конкретно в 67-й больнице... Ну, вот 52-й, не из Клифосовского. Сегодня есть островки, где врачи научились сами. Второе, это означает, что этого нет в ОМС, в системе обязательного медицинского страхования. Это не описано, не оценено, а значит, стоит денег. Опять же, про ОМС. Вот та же 52-я. Я захожу, как попасть в службу боли? Мне тут пишут. Там, кстати, тоже работают люди, которые работали у нас в центре и ушли туда. Нет, ну вот тут пишут, что вот это все проходит можно бесплатно в рамках программы ОМС. Вот рассказываю. Чтобы это было в рамках программы ОМС, нужно положить человека, госпитализировать, оформить ему все про другое и все-таки сделать ему эти высокотехнологичные процедуры. А просто это нельзя сделать. Елена Васильевна, вернусь к своему вот этому первоначальному вопросу. Когда вы на Первом канале на всю страну показываете свою клинику частную, платную, это реклама? Во-первых, никто не знает, что я показываю. Рекламой является то, что имеет указание телефона, адреса и... Название. И название хотя бы. Хотя бы название. Моя клиника, конечно, имеет название. Это безымянный островок. Вот мы это делаем, у нас это делают. Мы это делаем у нас. Хотите сказать, что никто не понимает, что это в вашей частной клинике? Я даже не знаю, понимает ли вообще кто-то, что у меня есть частная клиника. Потому что я, когда делала программу здоровья, я все время говорила, наша клиника. А у меня клиники не было. А я все равно говорила, наша клиника. Вот и все. А что вы имели в виду? Наша клиника. Просто у нас такая дико... Я и сейчас говорю, наша клиника, наша телевизионная клиника, у нас одно правило. Только самые лучшие врачи России и мира работают в нашей клинике. При этом ко мне приходят врачи России и мира, не имеющие отношения к моей ныне существующей частной клинике. Хорошо. Еще один вопрос про это. В одном из выпусков была рубрика посвящена... Ну, я называю рубрикой, просто это коротенький сюжет или что-то. Препарату эссенциале форта. Когда в интернете прошел флешмоб, что все открывали эти капсулы, там типа пустота, и нам продают пустышку. Я это пила. Почти полгода. И лечила свою печень. Вы позвали производителя, с которым показали... Да, я им позволила. И сказал, ребята, вы покажите, почему ничего не выпадает. И они пришли. Это же липиды. Жиры. Жиры, конечно. Сыпаться они не могут. Жиры могут либо вытекать, либо вот так вот выдавливаться. Прямо в инструкции написано, что в состав входит непрозрачная капсула, которая содержит пастообразную маслянистую массу желто-коричневого цвета. Когда я работала на телевидении, нам запрещалось, даже если мы делали очередной репортаж к эпидемии гриппа очередной, мы заходили в аптеку и снимали, мы блюрили все препараты. Вы крупным планом показываете упаковку эссенциали форта. Не зовете конкурентов этого препарата. Друзья, там речь была очень конкретная. Человек в кадре раскрывал капсулу и говорил, мы типа пьем, а там ничего нет. И человек тряс этой капсулой, говорит, там ничего не содержится. Причем тут были конкуренты. Я позвала компанию и сказала... Я даже с ним поговорила, безусловно, до этого. Они сказали, все дело в том, что там масло. Я сама вскрыла. Там масло, действительно, это можно прям вскрыть и показать. То есть там твердое масло. Так как фосфолипиды это масло, оно не посыпется. И просто они показали и сказали это. Каких надо было позвать конкурентов? Показали таблетку эссенциали и сказали. Вы показываете пачку крупным планом. Ну вот, я не знаю, может, я на каких-то других телеканалах, я тоже работала на государственных телеканалах. Нельзя показывать ни одно лекарственное средство крупным планом. У вас вопрос, заплатила ли за это компания эссенциали? Конечно, заплатила. Хорошо. Все, это я выяснила. Знаете ли вы, что это средство давно не лекарственное? Отвечу. Не произнесу это слово. Гепатопротекторы. Правильно я произнесу? Отвечу на ваш вопрос. Ситуация такая. Когда первый раз ко мне пришла компания эссенциали, они мне принесли вот такую стопку научных работ. Ну, это было там лет 10 тому назад. Давно очень. На тот момент они занимались. Я говорю, вот у вас там нет двойных липых плацебо-контролируемых исследований. Что вы вообще пришли? Уходите отсюда. Мы хотим плюнуть вам в лицо. Ну, фигурально выражаясь, конечно, я так не сказала, но суть была примерно такая. Они мне дали вот такую стопку работ. Я когда открыла, там написано, наше исследование проводилось в столь каких-то странах, в 30 госпиталях для ветеранов каких-то войн. Они употребляли в день столько-то дринков алкоголя, столько-то того, столько-то сего. Мне стало плохо, потому что, когда я говорю там, типа, кто вы такие? Я профессор, я вообще вас... Мне стало плохо. И я это все читала-читала и думаю, дочитаю до конца, пока ничего говорить не буду. А в конце написано, было, показано, что эффекта при алкогольной болезни печени не было. Я думаю, слава тебе, Господи. Все-таки я была права. Я им тогда сказала, ребят, пардон. Они совсем недавно снова пришли к нам. Ну, и как бы всем известна история наших взаимоотношений. Я им сказала, вы знаете, ну, сегодня просто невозможно прийти без научных исследований. Поэтому хотите прийти в научные исследования? Потому что репутация, вы сами знаете, какая сегодня, каждый кричит про фуфломицины и так далее. Так как они иностранная компания, они вынуждены заниматься этими исследованиями. Вынужденными. И сегодня они принесли нам исследование, посвященное использованию эссенциальных фосфолипидов при жировой болезни печени. И это совсем другое дело. Я к этому уважительно отношусь. Это хорошо. Смогут доказать? Пусть докажут. Не смогут? Это проблема их. Но вы же уже их рекламируете на своем сайте. Здоровье.инфо. На сайте, наверное, висит рекламный банк. И целая у вас прям акция там лечи свою печень именно с этим препаратом. Я к чему? К тому, что он на другом канале, на втором? Подождите. Есть ли вопрос, есть ли в медицине реклама? Есть, конечно. Конечно, есть. Мой вопрос другой. А какой? Вы просто в данный момент, когда вы это делаете, вы выступаете как предприниматель, как телеведущий, или как врач, в конце концов, который рекомендует мне этот препарат? Я хочу сказать очень важную вещь. Я никому никакие медицинские назначения не делаю. Ни в каких программах. Я не говорю. Ирина Шихман, вам лично, поскольку у вас жировая болезнь печени, я советую это принимать. Этого нет. В программе ты рассказываешь о чем-то. Например, жировая болезнь печени, там, грубо говоря, и что-то. Или это, и то-то. Думать, что программа дает рекомендации, как лечиться конкретно тебе, Ивану Петровичу Петрову, глупо. Рекомендации должен знать врач. Потому что даже если это чудо-препарат, то он тебе лично может не подойти по целому ряду причин. Поэтому неправильно думать, что я даю совет. Ну, знаете ли, это вот, может, вы, ну, просто, насколько я знаю, Елена Васильевна, Елена Малышева сказала, вот так надо поступать. Это всегда говорят. И когда вы от своего лица говорите, что вот этот препарат лечит, хотя вы сами говорите, что вы только запросили у них исследование, я ни разу не сказала, что этот препарат лечит. Вы там описываете все его свойства. Что еще есть для печени? Я должна показать этот препарат. Он один из самых продаваемых препаратов в России. Эссенциали Форте-Н. У эссенциали первый эффект мембрано-стабилизирующий. Он стабилизирует мембраны вот этих самых разрушенных печеночных клеток. Благодаря этому не возникает трагического разрушения и развития цирроза. В тех темах, о которых я говорила, учитывая то, что это безрецептурный препарат, он точно не нанесет вреда. Но всем без исключения я советую все вопросы лично о вас, лично о вас задавать лично вашему врачу. Люди тоже эту рекомендацию считают невыполнимой. Елена Васильевна, ваш бизнес, в какой области? У вас же его много. Я даже поразилась, насколько вы бизнес-леди. Глобально два диета и медицинский центр два. Еще ваш сайт Здоровье.Инфо. Сайт, это он по сути делает. А франшизы по всей стране ваших диетологических центров? Это два бизнеса диета и медицинский центр. Да, и еще агентство ПиЭм с Пимановым. Это тоже ваш бизнес? Какой из них больше всего приносит вам доход? Медицинский центр вообще не приносит дохода. Ноль. Диеты так сейчас, как сейчас, очень много. Долгое время, конечно, в принципе, основной, конечно, доход, даже не доход, а на телевидении все-таки я получаю и зарплату как ведущая и так далее. Конечно, это самое главное. Вы хотите сказать, что из всех этих бизнесов вы больше всего получаете на первом канале? Конечно, потому что я там получаю как бы зарплату как звезда и так далее. Слушай, подожди, узнай срочно, когда саммит по кистам. Я сейчас позвоню, там нужен врач один. А, все, я поняла. У тебя саммит по кистам? Да, да, да. У меня время и дата. В 17.00. Когда? Завтра. Данила Львович, здрасте. Слушайте, перед вами женщина когда-нибудь на коленях стояла? Нет, это не эротический вопрос. Я сейчас на коленях. Слушайте, Данила Львович, у нас такое прям ЧП. Сейчас все боятся коронавируса, но вы же бесстрашный человек. У нас завтра саммит по кистам и отдельная тема фиброзно-кистозная мастопатия. Только мы с вами борцы с ханжеством и мракобисям. Завтра в 5 вечера начало записи. Приезжайте с женой, мы вашу жену тоже обожаем. Жду тогда. Ладно, Данила Львович, спасибо огромное. Всего доброго. Телефон есть? Нет. Сейчас вышлю. А вот, Янка, мой кабинетик. Это у меня просто был день рождения. Ах, да! Это остатки дня рождения. О, Боже. Вы тоже не все подарки распаковываете с первого раза, да? Нет. Вот это, например, мой папа врач, моя мама врач. Вот это мы с Германом Шайч в одной группе учились. Вот это он, вот это я. Он еще с волосами. Ой, он был такой красавец, я вам не могу просто словами описать, какой он был красавец. Вот это тоже я, это Катя Рождественская, сделала. Это самый мой сексуальный портрет. Лучше нет. Это вам за что медаль? Это была, юбилей был какой-то, телевидение, и нас всех награждали. А у вас есть какие-то правительственные награды? Есть. За что? Я не знаю, за что мне их дали, видимо, за склад. Ну, дали по поводу праздника, дали дружбу народов, но их же не вручают конкретно, если там спасение на водах, тебе дают за спасение утопающих, а медаль тебе дают в честь какого-то праздника. За выслугу лет. За то, что ты хороший. Конкретно мне не разъяснили, но я поняла, что, видимо, я неплохая. За то, что вы святая, я поняла. Вот, А вот, кстати, мой образ в виде ангела. Это все подтверждает мою неизбывную святость. Это вы давненько уже с Сергеем Семеновичем? Ой, это он еще был главой администрации. Зачем вы поддерживали Собянина на выборах? Вас попросили? Вы знаете, я к нему очень хорошо отношусь. Правда, искренне. С удовольствием его поддержала. Ну, кстати говоря, после того, как прошел чемпионат мира по футболу, по-моему, у него просто была всенародная любовь, потому что Москва была обожаемым городом просто бесконечно. Потом, вы знаете, дело в том, что я очень хорошо отношусь к реформе медицины в Москве. И я по этому поводу и Сергею Семеновичем говорила, и тогда эту реформу начинал Леонид Михайлович Печатников. Я считаю, что вот если бы так сделали по всей стране, так бесстрашно, и так последовательно, не дрогнув ни разу и не отказавшись ни от одного слова, наступило бы всеобщее счастье, потому что в Москве закрыты все плохие больницы. Закрыты больницы, куда люди привозили, а ни приборов не было, ни рентгеноперационных, ничего. Они там просто лежали и дальше как повезет. Врачам сказали, ребят, или переобучайтесь, потому что закончилась эта лавочка, мы хирурги без техники, мы большие разрезы делаем от лапка до пупка, или обучайтесь эндоскопом, роботы и так далее. Или мы вам даем компенсацию, 300-500 тысяч рублей получили врачи, которые там сказали, я не буду, я пойду лучше на пенсию и так далее. Что же, так благородно вообще, так здорово, благородно и уважительно по отношению к врачам. Вообще, никогда никто себя не вел. Поэтому как можно за это не уважать? Мне предложили, конечно, потому что как, я же не могу постучаться к Собянину, сказать, здравия Сергея Семенович, можно я буду рядом с вами? Я, конечно, его хорошо знала, но я не отношусь к людям, которые будут ходить и умолять, можно я буду вашим доверенным лицом? Я просто с радостью согласилась. Я во всем этом участвую, вообще с радостью. Я великий певец московского здравоохранения, я его люблю. А вам это дает какие-то преференции? Я сплю ночью спокойно. Мне это абсолютно никаких преференций не давало, совершенно. Когда? Я вообще человек, который... Ну, какие мне можно дать преференции? Деньги? Ну, я достаточно прилично зарабатываю. Ну, после этого Здоровье.Инфо выиграло тендер на 47 миллионов рублей. Не волнуйтесь, нам этих денег не дали. Я знаю. Но как вы считаете? Я считаю вот возмутительным, то, что не дали, а не то, что... Сделать методично. А не то, что... А не то, что мы выиграли. Возмутительно вот это. Потому что я считаю, что там какие-то были, знаете, не пойми кто, не пойми с кем. И счастье тех, кто сейчас, если меня услышит, что я не стала с этим разбираться, потому что не хочу унижаться до уровня вот такой подковерной игры. Но то, что я собиралась сделать, я сейчас все равно делаю. Это так называемая система поддержки врачебных решений. Я лучший человек, который это может сделать. Я лучше всех. Это, кстати, вообще не имело никакого отношения к Собянину. Абсолютно. Ну-ка, город вам выделяет бюджет. Подождите, я живу в этом городе, и город мечтает создать систему. Сразу после того, как вы похвалили на предвыборный мэра. Послушайте, я хвалю московскую медицину, а значит мэра, на протяжении, я не знаю, скольких лет. Я еще раз повторю, такого не было, что я там стояла в оппозиции, и вдруг мне сказали, ну давайте, а мы вам потом денег платим. Я сказала, ой, ладно, я побежала. Это смешно, Ира, но вы совершили подвиг. Теперь вы можете сказать, как? А вы помните? Ой, мне нравится, как вы говорите. Что-то все смешно. Мои каждый неудобный вопрос, это подвиг, и спасибо, что вы мне помогаете и даете ответ, а я молчу. Это просто, ну вот такая игра смешная. Прищуром задать вопрос. Это вот эти журналистские подвиги. Так у меня другая проблема. Небольшие. Я не врач. Это не подвиги, Ира. Я делаю больно. Подвиги это другое. Хорошо. Сегодня все эти вопросы задают, и вы их всем задаете. Люблю Сергея Семеновича. Сергей Семенович, если они это вырежут, прямо буду жалеть. Ставлю. Люблю вас, уважаю. Красавец мужчина. Вообще чудо. А только что была в Тюмени, Тюмени вообще до сих пор рыдает, где он был мэром. До сих пор. Елена Васильевна. И, кстати, тоже великолепно организованная медицина. Ваши главные три постулата как быть здоровым человеком. Ой, вы знаете... С прищуром хотите, спрошу? Нет, с прищуром это... А как вы? А вы бы хотели сейчас? Как быть здоровым человеком? Это смешно, Ир. Я на другой вопрос хочу ответить. Вот я просто точно знаю, на вопрос из трех пунктов. Три пункта – это манифест. Про здоровье потом тоже. Это вы про воспитание детей мне сейчас расскажете. Но это в каждом программе говорите в России. Это должны знать все. Про воспитание детей. Я, кстати, не знаю, у вас дети есть или нет. Нет. Нет? Вы даже не замужем. Я что-то смотрела. Официально нет. Официально нет. Я не здорова. Нет. В конце концов, всякая женщина стремится к семье. Не всякая. Ирина Васильевна, давайте не всех под одну гребенку. Пока не замужем, все говоришь, не всякое. А потом замуж выходишь. Так вот, самое главное – это дети, конечно. Потому что у меня два сына, и я очень их люблю и очень ими горжусь. Поэтому вот главное, что я скажу, потому что на все молодая аудитория смотрит. Первое – вы должны научить детей трудиться. Если они не будут уметь просто трудиться день и ночь, получать от этого радость, вы не справились. Если вы им говорите, что зачем тебе в эту профессию, тут столько работать, ты что-нибудь другое найдешь, вы отрезали им крылья, отрезали. Прямо по костям, как у курицы. И они никогда не будут ни к чему стремиться. Поэтому не делайте этого. Учите детей трудиться. Второе – учите детей ставить высокие цели. Если вы ребенку объясните, что мир the world is yours, мир твой. Эти плакаты мой муж подарил старшему и младшему сыну, они у него над кроватями висят, у них над кроватями висят в их комнатах, из которых они уже выросли. Учите детей высоким целям. Не учите жить за копеечку. Учите придумывать жизнь. Вот я массу вещей в своей жизни делаю от разрыва сердца. Что касается здоровья, Господи, все просто. Мойте руки перед едой, избегайте случайных связей, не курите и не напивайтесь, и будет вам счастье. Серьезно? Образ жизни определит ваше здоровье. Врачи здесь вообще ни при чем. Ваше здоровье в ваших руках. Спасибо. Спасибо. Одним словом, не паникуйте, вы не представляете, сколько у меня звезд позвонилось, я не могу сказать, где сделать тест. Куда бежать? Я говорю, а что? Запиши. Ну, правда, не паникуйте. Тесты должны делаться тем, кому нужно, у кого есть угрозы. Ходи. Добрый день. Спасибо. 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 Продолжение следует...